Дозволено ли жене взять фамилию мужа? Можно ли бояться смерти? Можно ли носить сабаб? Правда ли, что после 60 лет грехи не записываются? Можно ли носить сабаб? Сабаб, как талисман, можно носить, но при условии, чтобы в этом талисмане были записаны аяты Корана или же мольбы, или же имена Всевышнего Аллаха, и чтобы это было понятное, и чтобы это было на арабском языке. Такие ученые, как Ибн Абдельбар, Ибн Хаджар Аль-Ас-Калани в своих книгах указывают на то, что это разрешено и можно. Правда ли, что после 60 лет грехи не записываются? Нет, не правда. Грехи человека до тех пор, пока он жив, до тех пор, пока человек в здоровом уме, после совершеннолетия и до самой смерти все поступки человека верующего записываются. Будь это грехи, будь это благие деяния. То есть нет такого, чтобы человеку с возрастом были какие-то послабления, были какие-то привилегии в этом вопросе, и разницы нет, сколько бы человеку лет не было, ему грехи записываются. Дозволено ли жене взять фамилию мужа? В этом запрета нет. Запрета в этом нет. И если не брать, тоже можно, да, тем более, если с этим проблем не возникает, в дальнейшем можно и не брать. Становится ли неверным человек, оставивший намаз из-за лени? Нет, не становится. Если верующий человек пропустил намаз и при этом не отрицает его обязательность, то, что молитва – это обязанность, то такой человек из религии не выходит. То есть неверным не становится. Но он должен, конечно, в последующем этот намаз возместить обязательно. А если же человек отрицает обязательность намаза, тот факт, что намаз – это фарс, обязанность верующего человека, то такой человек, да, он выходит из ислама, становится неверным. Нужно ли привставать, если услышал призыв к молитве? По крайней мере, в тех книгах, которые я читал, ничего подобного я не видел. в этике, связанной с Азаном, призывом к молитве, ничего такого, что при услышании Азана нужно привставать, я не видел. Можно ли бояться смерти? Смерти не только можно, но и нужно бояться. Но бояться не самого факта наступления смерти. Это неизбежность. Это неизбежная реальность нашей жизни, что эта жизнь когда-то закончится. А бояться нужно того, что нас ожидает после смерти. И умрем ли мы с верой в сердце? Ибо если человек испустит последний вздох, в неверии, то этому человеку нету спасения. Он обречен на вечное наказание. И бояться нужно вот этого. Большие праведники тоже больше всего боялись именно того, как они умрут. С верой в сердце или нет. Можно ли вытерять лицо и руки после омывания? Согласно шафиитскому мазхабу, вытерять руки и лицо после омывания является нежелательным, если на то нет хоть маломальской причины. Если у человека как бы, если холодно, к примеру, или человек боится заболеть, или же, например, у него какие-то неприятные ощущения даже из-за мокрых рук, лица. Для одногородын, для самой маломальской причины, по самому малому поводу он имеет право и нежелательность уходит. Обязательно ли быть в хиджабе перед родным братом и мужем родной сестры? Ну, это два разных человека. Перед родным братом, отцом, дядей, дедушкой, то есть перед теми людьми, с которым шарят запрещает брак навечно, то есть ни при каких обстоятельствах с этим человеком нельзя заключать брак, то перед такими людьми да, без платка ходить. Брат, муж родной сестры это не махрам, это не такой человек, с которым брак запрещается навечно. То есть если этот человек в случае чего, если у них с сестрой расторгнется брак, то он может с другой сестрой заключить брак. И поэтому он не является близким родственником и соприкосновением с ним омовение тоже нарушается и перед ним платок снимать нельзя. В этом плане это абсолютно чужой человек, посторонний человек. не 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 Продолжение следует...